Все желающие стать священнослужителями, регентами или иконописцами сделали первый шаг к осуществлению своей мечты. Впервые за последние десятилетия Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия провела День Открытых Дверей и встретилась со своими будущими абитуриентами. Все желающие стать абитуриентами или просто узнать побольше о духовном образовании в Академии, встретились со студентами и преподавателями, узнали условия поступления. Я в этом году хотел бы поступать в семинарию на богословское отделение заочное. Хотел бы стать священнослужителем. Имею давно уже намерение. Если Господь сподобит мне такую честь, то я бы поступил. Мне хочется глубже и все более подробнее узнать. То есть совершить самую внутреннюю работу. В общем, я музыкант по образованию. Мне интересно, как проходит процесс, как обучают людей регентскому искусству здесь. Специально для будущих абитуриентов студенты Академии провели экскурсии по зданию бывшей семинарии. Рассказали об истории Академии, которая начинается еще во времена Петра Первого. Среди ее выпускников немало известных людей. Есть священно-мученики, подвижники веры православной. В 1855 году закончил Духовную Академию Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. Именно здесь формируется будущая церковь. Это не просто место, где можно, как иногда, отдельные единицы, может быть, отсидеться, от армии где-то прикрыться. Конечно же нет. Это то место, где происходит огромная работа над собой. Огромная работа над собой должна происходить, скажем, в ходу все больше и больше. Сегодняшние семинаристы завтра станут священниками, игуменами монастырей, настоятелями храмов. Потому преподаватели уделяют большое внимание не только успеваемости своих студентов, но и их духовному состоянию. Ведь недоучившийся священнослужитель хуже недоучившегося врача. Если второй врачует тело, то первый душу.